Тем не менее, у нас М1 это 5-7 лет по возрасту, от 5 до 7 лет включительно. Когда 8 исполняется, он уже в М2 переходит. Хотя там есть небольшие нюансы, некоторые переходили уже из-за клубной принадлежности туда-сюда. Итак, состав участников М1. Первый номер как раз не М, а Д1, девушка Аня Лумпова. Аня Лумпова, она представляет Ямбург. Седьмой номер Аня Прошункова, факел. Восьмой номер Александр Николаичук, факел. Девятый номер Егор Казаков, Норд, Мау Норд, Новый Уренгой. Одиннадцатый стартовый номер Дмитрий Чернюк, факел. Восемнадцатый Андрей Синявин, Норд. Двадцать второй номер Даниил Чевелев, факел. И номер 33 Александр Захаров, младший. Захаров, младший. Александр Павлович, факел. Сан Павлович, Айсан Павлович. Айсан Павлович. Ну, здесь у нас, в отличие от соревнований, которые в Демино проводятся, там только отечественные допускаются снегоходы. Вот эти РМ-120 Тайга. Здесь у нас и артикеты представлены, и скиду два целых. Поэтому это... Мало того, у нас эти же снегоходы поедут и в М-2 тоже, соответственно, они такие многостаночники. А маленький четырехтактный моторчик, достаточно долговечный, ограничитель скорости, особенно его не разрушишь глобально. Это круг показа, круг показа поехал у нас для детишек. Да, начальник дистанции, у нас комиссар трассы Валентин Скляров сейчас показывает участникам, собственно говоря, где им придется соревноваться, они знакомятся с трассой, смотрят. Ну, номера-то я вам озвучил, только они нанесены на снегоходах по-разному. Боковые номера не у всех есть. У кого-то их три, у кого-то один номер впереди. И поэтому, вот, что мы увидим здесь, не совсем понятно. Ну, это первые шаги бэби-кросса в нашей стране. И поэтому надеюсь, что продолжение будет. И уже с каждым годом эти соревнования уже примут достаточно хорошую, станут на хорошую ногу, на твердую. Поэтому вот есть то, что есть. Ну и это уже радует, потому что уже будущее снегоходного спорта, можно сказать, в надежных руках, детских ребятам нравится. Чем хорош бэби-кросс, это тем, что в таком возрасте еще у человека отсутствует такое чувство страха, инстинкт самосохранения. И поэтому как раз все навыки будущего спортсмена, будущего кроссмена, как раз воспитываются именно в этом возрасте. И ребенок бесстрашно носится, гоняется. Ну, а учитывая, что еще в составе есть представительницы прекрасной половины человечества, вообще это не может не радовать. Ну и вот, кстати говоря, у нас и по составу. У нас М1 их набралось 8, в М2 9, а в М3 дюжина чертова, 13 гонщиков заявилось. То есть некая массовость, присутствует некая массовость. Ну и слава Богу, что все так происходит, что сейчас мы с вами наберемся массу положительных эмоций, потому что смотреть без улыбки на это невозможно. Понятное дело, что скоростей здесь мы не увидим. Ну, зато желание, желание победить, и вот это вот такие эмоции положительные, не знаю. И говорят, без коммерции. Насчет скоростей. Вот когда рыбинская механика готовит эти снегоходы у себя, вот они года три назад начинали, года два назад первый раз бы микрос проводить, у снегоходов РМ Тайга, вот эти 120 кубик, ограничена скорость. И первые, когда ее ограничили, побежали на завод, ее увеличивали. Те, кто имел возможность, на завод русской механики вход, значит, там решили какие-то тоже подшаманить детишкам у нас, чтобы они поехали чуть побыстрее. Ну, это тоже, кстати говоря, сыграло отрицательную роль. Там были падения как раз по этому поводу. С этой скоростью юные гонщики не справились зачастую. Но надо сказать, что у них-то как раз трасса плоская. То есть у них на стадионе, в Демино, вот на этом, на ровной части, с помощью конусов ГИБДД, вот этих оранжевых, они сделали трассу. А здесь рельефная трасса, поэтому детям здесь намного сложнее. Так, выстраивают у нас старт класса М1. В рамках молодежного первенства России, чемпионата России проводится детский заезд. И в этом году у нас, в прошлом году два класса, в этом году три. М1, М2, М3. И вот это самые юные участники, М1. То есть это Д1 у нас, да? Две девчонки тоже с ними конкурируют. Итак, с вот этого радиуса мы видим хорошо номера. То есть впереди номера присутствуют у всех. Только у Захарова, похоже, он маленький номер, мы его не видим. Остальные так все. И вот разминаются юные игольчики, плечевой пояс разминают здесь, все готовят, все по-взрослому. Ну, тренерская работа, естественно, ведется. Понятное дело, что все секреты, вот эти вот, все подготовительные моменты, физических нагрузок, все это, естественно, распределяется. Все тренерская работа в этом отношении ведется. И физически детей готовят. И морально, понятное дело. Вот Павел Захаров побежал, показал юным гонщикам, что по флажку надо стартовать. Ну, я думаю, что не так будет наказан. Так, старт! Старт, да. Старт. 22-й номер у нас, холл-шот, Ищенко, Максим впереди на лихом коне, но его уже кто-то проходит на Рыбинском аппарате. Не увидел я номера сейчас. Тоже у нас в лидерах. На скиду лидер у нас. Нет, на красненькой, на Рыбинской, РМ Тайга. Есть, есть. Итак, единичка. Аня Лумпова впереди на лихом коне. Анюта Лумпова 8 лет от роду. Уренгойская гонщица захватила лидерство. И две уже тайги впереди у нас. Ну, под первым номером ей сам Бог велел лидировать, да? Конечно. Отрабатывает номер как раз. 22-й второй у нас идет, Ищенко. Ну и подрастянулись гонщики. Вот сейчас Закаров. Вот вот второй. Вот одиннадцатый номер. Круга у них определили и два круга вот в этом заезде. У класса М2 будет три круга, а у класса М3 будет пять минут плюс круг лидера уже как у взрослого. По-взрослому, да. Но М3 поедет на больших уже снегоходах, там уже достаточно серьезная техника. Ну, согласитесь, очень приятно смотреть на такого рода соревнования среди таких маленьких участников. Нет вот этого привычного рева моторов, да? Такие шебуршания такое в снегу. Да. Значит, трехтактный моторчик так потихонечку у нас работает. Так единичка в лидерах, единичка в лидерах, Артикет на втором месте к ней подобрался. Восьмерочка. Вот между ними вообще прям достаточно такая напряженная борьба, прям. Николайчук, да, решил девчонку обогнать. Ну, сопротивляется, Аня, сопротивляется. И пропал у нас где-то 22 номер, потерялся. Ой-ой-ой-ой-ой, не туда поехали, не туда поехали. Заблудились, заблудились немножко. Не туда поехали. А тот за ней пойду. В общем, сейчас может... Ну, их разворачивают, да. Они даже, наверное, позицию не потеряют, еще успеют. Ну, это от неопытности. Ну, ребенок растерялся, понятное дело. Но Аня не потеряла лидерство, хоть и завела своего соперника в кусты. В кусты, да. На линию фидиша, то есть они уже поехали. Ну, это уже история, дорогие друзья. Это уже история развития такого снегохода. Кто знает, может быть, среди них воспитываются будущие чемпионы Европы и мира. Потому что, учитывая зарубежных стран, как раз будущие чемпионы садились на снегоход чуть ли не с четырехлетнего возраста. Пять-семь лет. Пять-семь лет. У них памперс меняют перед стартом. Какие там пять лет, собственно говоря. Я думаю, в пять лет уже о памперсах речи не идет. Так, задержка старта. Важное событие, да, происходит. Один из норвежских гонщиков сказал, говорит, у меня сын родился, а его маленький снегоход уже, говорит, рядом стоял. Поэтому у них с снегоходами рождаются. Так что, развитие этого вида спорта, особенно когда на трассе вот такие гномы, очень радует. Очень радует. Итак, единичка лидер Аня Лумпова. Восьмерка Николайчук ее преследовал, но заблудился тоже на линии финиша. Вот, Анюта Кругового уже проходит. Кругового уже прошла. Ну, а Круговой так, прогулочная скорость. Еще пока не совсем понимает, что он, оказывается, принимает участие в соревнованиях. Но он еще и боится в гору нажимать на курок. Какая там гора больше его в размерах, в разы, в разы на порядок. Ну вот, финишировала Аня. Поздравляю с первой победой. Восьмерочка Николайчук, Сашка на втором месте. Аня представляла, кстати, у нас Ямбург, а Николайчук, Сашка представлял факел конкурирующей фирмы. Но Аня и в состав, конечно, команда не входит. Юные гонщики, но тем не менее, тоже защищает цвета своих клубов. Так, третий получился, похоже, Захаров. Айсан Палыч у нас факел. Четвертым, 22-й номер, которого мы потеряли, Максим Ищенко, факел. Так, сейчас, когда уберут гонщиков самых юных, постарше мы увидим спортсменов. Ну, особой разницы мы с вами не увидим. Снегоходы будут такие же практически. Да, там один только добавится, их 9, 9 гонщиков, там один не ездил у нас. Так что... Ну, давай, 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 давай. Страсти накаляются у нас. Номер у нас здесь промчался, две скидушки, желто-черные. Промчались. Промчались, можно сказать. Свистел, ветер в ушах, поднималась снежная пыль клубами. Это все в будущем. Это все у них будет в будущем, а пока все начинается с малого. А, кстати, восьмерка не накатался еще, вот еще круг пошел у нас. После того, как ему клетчатым флагом отмахнули, он решил еще покататься, пока бензин не кончится. Ну, интересно же, это же интересно. Это же интересно. Вот в этом возрасте как раз и рождается любовь к спорту. Именно к этому виду спорта. И варится. Вот немножко забуксовал у нас 18-й номер на трамплине. Заглох. Заглох, да. Заглох он. А может, действительно бензин кончился? Ну, реально, конечно. Нет, завелся. Нет, завелся, поехал, да. Вообще, центробежное сцепление. Он, по идее, не должен глохнуть. Ну, здесь, может быть, какой-то чихнул. И поехал почему-то в обратную сторону. Ну, потому что уже гонка закончилась. А, хватит, да. Судья отдачевал своего железного коня. Железно-пластмассового. Пластмассово-железного. Так, группа М2. Нас ждет мальчики постарше. От 8 до 9 лет. Скорости будут те же. Скорости. Скорости у нас. Мальчики постарше, а скорости будут те же. Завод ограничил у нас скорость. Итак, единичка. Алексей Меркурьев. Алексей Меркурьев. Ямбург. Двойка. Александр Воробьев. Ямбург. Третий стартовый номер. Матвей Коллегов. Ямбург. И четверка. Дубовик. Младший. Иван Дубовик. Ямбург. За ним 9-й стартовый номер. Алексей Коновалов. Норт. 18-й. Кирилл Боебородов. Норт. 22-й номер. Максим Ищенко. Факел. 33-й. Игорь Кряков. Факел. И номер 44. Юрий Григорьев. СТК. Факел. Новый Рюнгой. Вот такой состав М2. Девятый номер потихонечку приезжает финиш. Там у него произошла небольшая заминка на трассе. И вот он доезжает. Ну правильно. Характер проявляет. Все-таки надо до конца исполнить свой долг спортивный. Финишировать как положено.